Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог, и его я начинаю в Казан-мол. Сейчас я нахожусь в детской комнате, кормлю Мирая и записываю вам начало этого влога. Мы сегодня специально выехали в торговый центр с Радиком, и Мирая взяли с собой, естественно. В общем, Радик сегодня составляет список своих хотелок, потому что у него в последнее время как-то мало энергии, мало мотивации работать, он немножко так приуныл, сгрустнул. Поэтому он решил вернуться к практике, когда он составляет список своих хотелок, список своих желаний, и с каждого дохода выделяет себе денежку на то, чтобы себя порадовать и купить что-то из этого списка. Как правило, этот список составляется разношерстный, он должен содержать вещи и дорогостоящие, и какие-то дешевые, чтобы с любого дохода была возможность выделить какую-то часть и порадовать себя желаемым из этого списка. Вообще, когда человек работает, особенно работает много и на износ, мозг начинает со временем саботировать, если он не понимает, для чего мы работаем. То есть, если вы много работаете и при этом не дарите себе подарки, не балуете себя какими-то хотелками, то со временем мозг просто начнет сопротивляться, уходит энергия, уходит мотивация, и вообще человек перестает понимать, а для чего он работает. То есть, он вроде как работает-работает, а плюшечку в конце не получает, радости не получает. Если еще работа не доставляет большого удовольствия, а больше такая, типа вот надо заработать, и поэтому мы работаем, то, конечно, выгорание очень близко в таком случае, поэтому хотя бы какими-то себя подарочками нужно радовать. Радик, конечно, уже очень много лет в своей деятельности, он занимается электрикой, слаботочкой, видеонаблюдением и домофонами. И уже более 10 лет он занимается этой деятельностью, и, конечно, не всегда это приносит большое удовольствие. Иногда у него происходят такие периоды выгорания, вот он научился с этим справляться, он радует себя небольшими покупками, иногда большими покупками. Здесь уже все зависит от того, сколько денег он готов себе выделить. Вообще, это очень интересная тема, и ее сейчас затрагивают многие эксперты, и во многих книжках я это вижу. Если вам интересно, мы икните в комментариях, в каком-нибудь из влогов мы с вами эту тему обсудим. Друзья, мы приехали к родителям. Снова смотрите, как нас мама встречает. Это кастабы, татарское национальное наше блюдо. Это наши овощи, наши... Нет, не наши овощи, магазины овощи, но зелень наша, смотрите. Выросла наша зелень, ура! Буганнища сэля? Валту еще 16 апреля мы кушаем свою зелень, первую. Зафиксируем этот момент. Соленья домашние, варенья домашние. Ммм, кусяшки. И мамочка. Как всегда, говорят, не снимай, не снимай. Мы прекрасно погуляли с мальчишками. Теперь вот готовим обед. У нас будет крабовый салат из того, что есть. Это будут крабовые палочки, яйца, помидоры, болгарский перец. Сейчас все накрошим и заправим майонезом. Вчера у нас Султан делал мозаику. Это термомозаика. Сначала собирается вот в такой шаблон бусинки. Я аккуратно. Потом вот есть калька. Калька, то есть. Накладываем сверху и гладим утюгом. 15-20 секунд и будет картина. Папа поет на фоне. Папа развлекает пока мирая. Они ждут, пока мы приготовим салат. И у нас еще тут супик щи, который уже разогрелся. Выключаем. Такой у нас будет вкусный обед. А сейчас мы с вами направляемся в город Нижнекамск. Это город, в котором я родилась и жила 17 лет. Там мы познакомились с Радиком и встречались какое-то время. Потом я уже окончив школу, переехала в город Казань, в университет поступила. Ну и за мной уже подтянулись родители. Они переехали в Пестрицы недалеко от Казани. И потом уже приехал Радик. И таким образом мы все переехали в Казань. В Казани я уже живу 15 лет. Недавно только осознала, что оказывается так давно. И можно сказать, что почти сравнялось. То есть 17 лет я жила в Нижнекамске. И вот 15 лет уже живу в Казани. Нижнекамск очень красивый город. Он небольшой, но в то же время ухоженный. Стараются прям сделать все, чтобы в этом городе находиться было очень приятно. Жить было комфортно. Конечно, экология оставляет желать лучшего. В принципе, из-за этого мы и переезжали. Я, конечно, уезжала в университет. Но родители всегда хотели оттуда переехать. Купить где-то дом. Потому что экология все-таки сильно отражалась на нашем здоровье. Не совсем положительно, так скажем. Нижнекамск тоже расцветает. Смотрю, уже и деревья выпустили, листочки. Особенно вот ведет береза. И у нашего султана поленос, аллергия на пыльцо березы. Уже второй год подряд мы такое наблюдаем. И мы уже предприняли определенные меры. Посмотрим, какой будет эффект от этого всего. Я вам расскажу в каком-нибудь из влогов, когда вот это время цветения березы пройдет. Ну и вообще, конечно, будет понятно только на следующий год. Да, вот моя музыкальная школа. Музыкальная школа моя. Эх, до сих пор работает, походу. И не изменилась, да. Это вот Бызова улица. На этой улице мы росли. Тут же было другое название. Я забыла уже, какое оно мне снилось иногда. Дома тоже переделали. Я помню тут в парикмахерской, вот в этом доме. Делала как-то себе вот шик. До сих пор есть стразы на волосах. О, Сезам до сих пор работает. Прикольно. А вот там же моя школа. Вон там, вон там моя школа. Не видно, не фокусируется что-то. Но нашу школу уже закрыли. Теперь там будет что-то другое. Дома. Вот, друзья, это места, где я жила. Вообще прикольно. Мы тут очень часто гуляли. С подружкой, с Регинкой, с Равилёй, племянницей, и с Радиком. Тогда он ещё был только парень, а теперь уже муж. Лента. Её тоже не было. Она вот появилась. Сейчас меня не фокусирует телефон. Не хочет строить ленту. А, это строительная, а дальше лента будет. А вот мой дом, в котором я жила. Сколько лет, я уж не помню. Ну, короче, большинство, наверное, времени. Долго лет. Долго, долго, долго лет мы тут сели. Что-то из-за. Мозг покинул чат. Вот, и мы с Радиком вот тут вот всегда бегали, гуляли, переходили дорогу вот здесь вот гуляли, бегали. И там в конце есть родник, до которого мы добегали, иногда доходили. Ну, чаще доходили, чем добегали. Вот, и это такое место наших свиданий, можно сказать. А вот и лента, кстати. Довольная моська. Ну, ты довольна, моська? Такая ностальгия. Зарушая моська. Зарушая, да. Мы выехали без детей. По-моему, первый раз, да? После рождения. Умираем. Ухали. Суши-хаус? Суши-хаус. Ну, вот я вам как-то рассказывала в каком-то из влогов, что мы пытаемся, пытались выйти без детей, на свидание пойти. Мы пришли в суши-хаус, в итоге только заказали, и у нас маленький расплакался, и мы пошли обратно домой. Сегодня мы уже покормили его, вышли, а старший султан поехал с дедушкой гулять. О, мы сейчас пойдем на наш родник. Крати, девочки, девочки. Я тут сто лет не была. Я тут была последний раз, когда была беременна султаном. У меня даже есть фотка, но там вот забеременос. Прикиньте, 7 лет назад, почти 8. Обалдеть. Посмотрим, как тут все поменялось. Это наше особенное место, потому что в 2009 году, когда мы только познакомились с Радиком, мы по утрам бегали, и как раз мы добегали вот до этого родника. Там пили воду, немножко отдыхали, разговаривали очень много, и потом бежали обратно. И поэтому этот родник стал для нас прям таким особенным. И знаете, сначала наши прогулки были с пробежкой, потом они превратились уже в пешие прогулки. Мы просто прогуливались, встречались в 5 утра, прогуливались, сидели там, разговаривали на скамейке на этом роднике, и потом шли обратно. И сейчас, я когда вспоминаю эти времена, вспоминаю этот родник, для меня это прям очень теплое что-то, такое душевное, что-то такое детское, очень трепетное. Очень здорово мы провели время вдвоем. Пусть это были полчаса, но они были наши.